Всем привет! Сегодня мы поговорим о трафаретах, какие они вообще бывают и как их хранить. Трафареты отличаются своими размерами, отличаются, естественно, дизайнами, плотностью. То есть, чтобы понять вообще, какой трафарет вам подходит, кроме как попробовать или спросить советы у коллег, вы не поймете. Поэтому, смотрите, если говорить по фирмам, есть фирма Ох. Они тоже есть маленькие, большие, к сожалению, у нас их не так много осталось по дизайнам, но, тем не менее, такие есть и многие их знают. Есть трафареты Diva, тоже то, что осталось, они тоже разные. Они такие, как бы, я бы сказала, они примерно плюс-минус одинаковые с этими трафаретами по плотности. Есть трафареты Bums, тоже знакомые многим, кто давно в своей аквагриме, потому что раньше еще не было трафаретов наших производителей, и все они закупались из-за границы. Если мы говорим о нашем производстве рахидкам, то трафареты Milena, они, кстати, очень многим полюбились благодаря своим дизайнам, благодаря тоже своей тонкости, потому что они тоньше и за счет этого имя удобнее работать, чем трафаретами, которые потолще. Вот, они есть одинарные, есть двойные. То есть, с двойными можно сделать более интересный по переходу рисунок. Но, опять-таки, смотрите, какие дизайны вам нужны, что вы не можете нарисовать сами вручную, вот на то вы можете брать трафареты. Либо какие-то дизайны, которые вы хотите упростить как-то, тоже почему нет. Есть еще трафареты Star, они тоже есть большие, есть маленькие, разные дизайны. Они чуть-чуть более плотные, чем трафареты Milena, но здесь тоже на любителя. Смотрите, опять-таки, по дизайнам, потому что что-то, что есть в Milena, нет в Star. Что-то, что есть в Star, например, нет в Bams. Ну, то есть, здесь уже не зацикливайтесь на производителя, просто смотрите, чего вам не хватает в вашем кейсе. Как же хранить трафареты? Потому что очень грустно, когда вы берете трафарет, а в нем какая-то деталь, какой-то элемент погнулся, сломался. Такое тоже может быть, если вы их неправильно храните. Я вообще очень люблю разные стикеры. На самом деле, это даже сближается с самими детьми, потому что они такие, ой, круто, а что это? А я там знаю это. То есть, как бы, найдите стикеры по своей теме, они влагостойкие, они не боятся воды, поэтому с ними ничего не случится, если даже влажность вот этой ты продьете, если запачкаете. Так вот, у меня есть такая книжечка. На самом деле, этот вариант хранения я подсмотрела в Milena Потехиной. И в этой книжечке я просто разместила все свои трафареты в такие вот файлики. Отдельно файлики вы можете купить как биндеры для K-pop card, потому что они для них продаются, чтобы вам было проще искать. И здесь уже даже своим детям гораздо проще показывать, что вообще можно нарисовать, потому что видно, какие трафареты, и дети уже могут тоже выбрать дизайн, в том числе, даже если у вас нет его в каталоге. Вот, второй вариант, это вот такая вот штучка, не знаю, как ее назвать. Ну, в общем, в ней трафареты хранятся вот в такой вот книжечке. Тоже удобно, если у вас много трафаретов, как бы они не мнутся, не гнутся, удобно переносить. Минус, вы должны знать, где какой, в каком кармашке, в какой ячейке, какой трафарет, по какой тематике у вас лежит, потому что будет так проще найти. Соответственно, не забывайте, что туда положили. Еще один вариант, это в самом чехле хранить трафареты. То есть, это может быть, вы можете их на какой-то скрепке, на какой-то цепочке, потому что в трафаретах есть вот такие дырочки, на которые вы их можете подцепить. Вот, собственно, во всех трафаретах, во всех производителях есть вот такая вот история. Поэтому почему нет? Но, на самом деле, для меня более любимый вариант, это либо в самом чехле, отдельно нужный трафарет. Когда я собираюсь на заказ, кладу себе нужные по тематике. То есть, здесь их проще достать, быстрее. И, как бы, соответственно, беру с собой все вот это. Это очень удобно. Еще, кстати, вот такие биндеры для кей-поп-карт вы можете хранить трафареты для блеста тут. Тоже удобно. Почему нет? Главное, говорите детям, что вы будете сами доставать трафарет, потому что не все детки аккуратные. Некоторые могут вам порвать сами кармашки. Этого очень хочется избежать. Хочется, чтобы вещи нам сужили долго. Вот. Также я храню и больше трафареты, потому что они тоже помещаются вот в эти фалики. Очень удобно. Раньше я хранила маленькие трафареты. В такой книжечке она идет с более жестким каркасом для коллекционирования монет. Туда вмещались вот такие вот маленькие 4,5-4,5 трафаретика, но там вы не сможете заменить файл, потому что, соответственно, они там вшиты, они не на кольцах. Некоторые дети по неаккуратности мне, опять-таки, порвали сами кармашки. То есть, если вот здесь вам порвут какой-то файлик, вы сможете заменить, там это было невозможно. Вот. Поэтому я решила, что вот такой вариант для меня более практичный. Еще он блестит. Дети любят блестящее. Я люблю все блестящее. Вот. И мне это больше нравится. Еще, если вы используете переводную тату, все сюда же. Почему нет? Это тоже очень удобно. Вот. Есть блестящее, есть не блестящее. Вы можете наклеить какие-то наклейки, можете не клеить. Здесь уже как бы дело вашего вкуса. Вот. Если вы храните еще каким-то способом, который я не перечислила здесь, пишите в комментариях, делитесь, будет интересно посмотреть. Надеюсь, видео было для вас полезно. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч.